Над Испанией нависла угроза большого отключения света Гра на погон Так называется возможность остаться без электричества на неопределенное время О которой вещают все средства массовой информации И даже предсказывают, что случится это в январе Растут счета за свет, с полок сметаются батарейки, консервы и, конечно же, алкоголь Кто виноват? Санчес? Евросоюз? Или, может быть, Путин? Что с этим делать и как рекомендовано подготовиться в случае энергетического коллапса Расскажу сегодня в этом видео Привет всем, меня зовут Екатерина И вы попали на канал, на котором я освещаю последние новости, которые могут взволновать любого Даже того, кто не представляет себе вкус хамона и риохи Итак, есть ли следы Кремля в том кошмаре, который надвигается на Иберийский полуостров? Вообще вся эта паническая атака началась в благополучной Австрии и передалась Германии Где департамент гражданской защиты и катастроф опубликовал на своем сайте Иметь дома свечи, спальные мешки и теплую одежду По телевизионным каналам до сих пор ходит социальная реклама Где учат монтировать из цветочного горшка и свечек портативный обогреватель Правительство рекомендует немцам иметь под рукой радио на батарейках Для получения информации и договориться с другими членами семьи О фиксированном месте встречи В случае, если мобильный телефон не будет иметь заряд Или не будет функционировать по причине отключения сети Но если Австрия с Германией далеко и народ их привык немного постучать зубами Северные страны как-никак То что будет с испанцами? Что вообще они думают о надвигающейся угрозе? О реальной опасности отключения электроэнергии Уже официально предупредили президента все энергетические компании Темнота и холод может настать по той причине Что в осенне-зимний период, когда ветра не такие сильные Чтобы раскручивать ветряные лопасти Меньше солнца, попадающего на солнечные панели И вообще-то температуры нелетние Что приводит к большему электропотреблению То есть просто нет возможности производить достаточное количество энергии Поставки газа, которые в Испании участвуют в производстве электроэнергии Тоже под вопросом Вообще, тема электричества в Испании в последнее время очень болезненная Помимо рисков отключения, есть риски неплатежей от потребителей Которые сейчас хватаются за голову Смотря на график повышения цены Как на сводки с полей Цена с 45 евро в прошлом году выросла почти до 170 евро И весь октябрь достигала все 200 евро Вместо того, чтобы митинговать в защиту ЛГБТ и движения И преклонять колено перед афроамериканским Населением США Некоторые испанцы все-таки поняли Что дело керосином не пахнет И вышли таки на первые протесты В Барселоне, требуя принять Каких-то реальных и действенных мер Чтобы остановить цены на электричество Здесь уже не до шуток Когда на пороге зима Пусть даже не сибирская, не меньшинство Недалекая Америка не поможет им Оплатить фактуры с заоблачными ценами Министр окружающей среды Или на испанский манер министра Некоторое время назад бросила ненароком Что в высокой цене за электричество Виноват Путин И, соответственно, высокие установленные отпускные цены Дело в том, что в Испании на цену за киловатт Влияет множество составляющих В том числе стоимость газа Который частично идет из России До недавнего времени около 40% газа в Испании Поступало со стороны Алжира Но ввиду конфликта с соседним Марокко Алжирцы прекратили поставки по газовой трубе Идущей по марокканской территории Теперь алжирский газ везут в метановозах по морю И это отражается не только на снижении объемов Но и, соответственно, на повышении цены Ввиду транспортных издержек Не буду утомлять вас геополитикой Скажу только, что за все это время Время разборок и обвинений цена на свет в Испании выросла аж в 6 раз Люди только начинают понимать, какая зима их ждет Вернее, с какими фактурами и счетами Виной ли Путин или Евросоюз волнует сейчас мало Все внимание испанцев устремлено на цены, которые растут каждый день буквально на все Высокая стоимость энергоносителей уже подогрела инфляцию До невиданных в Испании 5,5% Президент Санчес, как всегда, спешит успокоить всех Своими обещаниями субсидий и материальной помощи всем незащищенным Но испанцы ему мало верят, честно говоря И уже сейчас стараются запастить всем, чем можно От спичек до монокомфорочных плит на газу Известная испанская сеть для спорта и кемпинга Декатлон уже рапортует о небывалом спросе на товары для пикников на природе и походов Это фонарики, спальные мешки, консервы и батарейки И здесь, конечно же, не обходится без спекуляций и специально создающегося дефицита продуктов и алкоголя Для испанцев особенно волнительно видеть поредевшие полки с алкоголем в супермаркетах Ведь для любого испанца вино, пиво, вермут, ром – это не просто отдых Это часть испанской культуры По этой причине вызывает беспокойство нехватка напитков, тем более в преддверии праздников Поставщики из сети ссылаются на Brexit, кризис морской торговли и, конечно же, рост цен на энергоносители Все это грозит испортить приближающиеся рождественские торжества Испанский народ без сомнения может терпеть лишение свободы по причине модного вируса Цифры безработицы, которые зашкаливают в последнее время И то, что правительство Санчеса прощает предателей Родины, потому что они поддерживают его на голосованиях Но здесь, как и везде, есть предел терпению Это нехватка алкоголя Поживем-увидим, на кого будет переводить стрелки, как говорится, испанское правительство Рост цен, дефицит и нехватка продовольствия, сбои в поставках и холодная зима Вот такая новогодняя программа к праздничному столу ожидает испанцев уже в декабре А с вами была Екатерина Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать больше актуальных и свежих новостей о жизни в Испании Всего хорошего и аста пронто!